Подсак новый, покажи обалденный оранжевый подсак, во-первых плавучий, из Эвы, даже есть вот такая штука, можно себе его подцепить куда-нибудь и ходить с ним. Пятое сентября, в шапках. Сегодня на удивление тепло, 0 градусов. Друзья, дабы сегодня не замерзнуть, пришлось раздевать Серегу. Но Серега сам разделся, он взял две курточки и отдал мне свою под низ, под свой дождевик, я одел еще курточку, потому что, несмотря на то, что пятое сентября, очень холодно, ноля, и сейчас Серега там заведет машину и покажет, на своем бортовом компьютере сколько там градусов. А это говорит о том, что водичка уже остыла, водичка с 17 примерно градусов, за неделю температура упала на 5 градусов и мы рассчитываем сегодня половить хорошо щучку. Ну давай. Сезон трофеев начинается. Мы за безалкогольную рыбалку. Мы за химозную рыбалку, химдобавочки всякие. Химари. Да. Красиво, пока все в тумане, водичка в шоке от таких перепадов парует. Класс. Только руки уже мерзнут. Мы переплываем на тот берег и там снова еще пару километров по лесу, дабы дойти до секретного озера. А вот и солнышко, да. Речка, речка нас сегодня не интересует, нас интересуют озера. Ну и все там, до озера рукой подать. Давай. Опа, пошла. Опа. Чуть-чуть осталось. Вот оно. Секретное, укромное озеро. Никто здесь никогда не было. Никто здесь не был. Никто не знает. Даже на картах гугл все замылено. Нет его. Здесь окуневый рай. И красноперочка тут супер. И щука есть монстры просто. И рыбалка тут 500 гривен стоит в день. 200 человек в день примерно через этот проход проходят. Красота. Я не знаю, как мой спиннинг до 18 грамм будет бросать 30 грамм. Как-то будет. Да и ладно, как-то будет. Только надо, наверное, менять этого. Флюр. Не, ну выглядит, конечно, эффектно. Эффектно. Ну да. Крупная щука. Трофейная. Трофейная. Класс. А вот она первая. Класс. Ого-го-го. Здрасте. И сразу с флюра сняла. Вот нам делать нечего, да? Булькаем чем-то непонятным. Тут же можно спокойно воблера проводить. Не те условия для поверхностников. Это ж не трава какая-то, заросль. О, атакует. Окунь. Угу. О, ты видел? Да. Щука промахнулась. То она у меня тоже, видимо, выходила. Красиво было, красиво. А я как раз видосик снимаю четко. Как же она вылетела. Ну вот у Хорвата, конечно, недостаток в том, что нету тройника. И она должна его четко в рота взять. Твою мать. Ты видел это? Вот это уже мамка. Ямка там, не мамка. Ты видел? Я видел. Ямка. И неплохой был. А он сошел. Есть? Да. Свалился, да? Нет? Класс. Сейчас попробуй туда же. Так я же говорю, что он начал долбить. Ну, в этом есть своя прелесть. Плюс, конечно, у Хорвата сумасшедшая проходимость. В коряжнике перепрыгают коряжки, любую траву, любую рязку. Но здесь же и недостаток. Он не засекает рыбу в, не знаю там, наверное, в 90% случаев. Достойного размера. Ну, достойного размера щука, да. Плюс, когда она атакует, получается, потоком воды в ее пасте, он же такой прям поплавок-поплавок. Его, получается, выталкивает. И он просто вылетает аж с воды. Отталкивается, короче. Оп, окунь плюет. Прям чалка для... Да. Прям такие хлюпы устраивает. Хорош, хороший пацанчик. Соревновательный. Да, да. Есть, это щука. Щука, да? Да. Не, окунь. Окунь, но хорошенький. Был поначалу, зацепился, видимо, за что-то. Видимо, в траву, понял. Встал я, наверное, зуб вытягивал, выдирал. Нормальный. Ладошечный окунь. Хорош. Хорош. О, это нормальный. Добрый. На рыбу похоже, наверное. Это есть рыба. О, это вот пойдет. Пойдет. Ух, тут ух. Дурак. Ух, тут daughters. Встал яши, хоранжевый. Встал яши. Таня, влешь ты. Встал яши. Вот Whew, ты. Встал яши. Встал яши. Встал яши. Встал яши. Продолжение следует...